Уже более месяца длится операция воздушно-космических войск России в Сирии. Уже понятно главное, российским лётчикам удалось лишить радикалов наступательного потенциала. Впервые за несколько лет правительственные силы смогли организовать масштабные операции, которые хоть и медленно, но успешно развиваются. При этом боевики и так называемого «Исламского государства» и других террористических группировок несут значительные потери и ушли в глухую оборону. Сравнение показательно. Вот изменения за один лишь месяц. Здесь видно, боевики теряют укрепрайоны и плацдармы. Линии обороны, что террористы выстраивали несколько лет, теперь они оставляют. Но чтобы понять суть операции, которую проводит сирийская армия при поддержке российских штурмовиков и бомбардировщиков, необходимо смотреть на детали. Наша съёмочная группа побывала на передовых практически всех ключевых направлений в Сирии. Север провинции, которая считается одним из самых важных оплотов правительственных сил – Латакия. Здесь же граница с Турцией. Рельеф горный от того бои здесь всегда проходили тяжело и вязко. Некоторые участки серпантина преодолеваем на высокой скорости и с рваными интервалами. Дорога под огнём боевиков. Цель – высота джип «Аль-Ахмар». Её бойцы отбили несколько дней назад и тем самым вклинились в линию обороны противника. Вот ближайшая позиция радикалов – Тель-Гадер. На вершине укрепрайон боевиков. Окопы, блиндажи, склад, боепитание – хорошо замаскированы. К тому же высота прикрыта деревьями. Даже при помощи беспилотника сложно увидеть позиции радикалов. Вот на фотографии высокой чёткости преувеличения огневые точки и палатки боевиков. Ночью огонь, кажется, только усиливается. Днём эта местность простреливается. Боевики занимают соседнюю высоту. Ночь уже можно относительно спокойно перемещаться от позиции к позиции. Сейчас бойцы местного ополчения ведут огонь из крупнокалиберных пулемётов для того, чтобы подавить точки боевиков и продвинуться дальше. Если бойцы подразделений правительственных сил смогут захватить рубежи, где сейчас находятся радикалы, далее наступать будет значительно проще. И тогда они смогут выйти к Джизер-эш-Шугуру, населённому пункту в 18 километрах от высоты. Там укрепрайон, преодолев который, можно наступать на Идлиб. Это удары российских самолётов по позициям боевиков здесь же, в Горной Латакии. И именно российская авиация стала фактором, который позволил сирийской армии взломать оборону радикалов. Карта даёт понимание того, что бойцы армии и ополчения фактически преодолели первый и самый укреплённый рубеж исламистов. Вообще, по данным российского генштаба, за три дня активных боевых действий сирийская армия освободила уже более 50 крупных населённых пунктов, только в районе Алеппо, 19. И там боевики пытались контратаковать, были остановлены военными. Правительственные силы продолжают наступление, чтобы доблокировать аэродром Квейрис. В центральной части страны в результате активных действий сирийская армия освободила уже 12 городов. Это провинция Хама. Здесь основной удар военных в северное направление, в сторону Идлипа. В Хомсе войска освободили с Нейсель. Более того, подразделениям армии удалось блокировать исламистов в Дар-эль-Кабире, Семи-Али и Тейр-Маали. Стоит подчеркнуть, что группировка, которая действует в Дамаске, впервые за несколько лет добилась столь значительных успехов. Продолжается окружение боевиков в Восточной Гуте. Бойцы продвигаются к Думе. Скоро могут оказаться в окружении радикалы, которые закрепились в Джобаре. Это восточная окраина Дамаска. Победа здесь, в случае, если сирийская армия продолжит владеть инициативой, позволит военным перебросить значительные силы в центр страны для борьбы с боевиками ГИЛ, которые контролируют города восточнее Хомса. А здесь этого освобождения ждут многие, особенно христиане. Этот священник просил не показывать его лицо. Настоятель Сиро-Яковицкой православной церкви, пояса Богородицы в посёлке Фарус. Зохри Хаазаль говорит, 4 августа небольшой городок Каретейн захватили боевики так называемого исламского государства. И теперь там обыкновенный фашизм. Это фотография местных христиан. Все побриты наголо, чтобы можно было идентифицировать сразу. Исламисты снесли храмы, сравняли с землёй кладбище. А потом заставили под страхом смерти подписать свод правил новой жизни от главаря ИГИЛ Абу-Бакра Аль-Багдади. Вот так он выглядит. Главный смысл христианам в ИГИЛ запрещено почти всё. Работать, молиться, собираться на праздники. Каждый мужчина обязан платить налог на жизнь. Почти 4,5 грамма золота. Если радикал сидит на стуле, христианин должен сидеть на полу. За любой проступок предусмотрена смертная казнь. Зохри Хаазаль известен тем, что хитростью вывез из карьетена более 100 человек. В некоторых случаях мы надевали на людей парики, чтобы прикрыть обритые головы. Мы местные знаем много объездных троп. Мы используем поддельные документы. Кстати, в подобных операциях мне помогают уважаемые и благочестивые жители Карьетейна из мусульманской общины. Священник надеется, что наступление сирийской армии завершится победой. И здесь, как и до войны, не будут интересоваться, куда человек ходит. В храм или в мечеть. Евгений Поддубный, Рубен Миробов, Александр Пушин и Станислав Еловский. Вести недели из Сирии.